Добрый вечер! Ну что же, 202 11 22, именно по этим телефонам мы ждем ваших вопросов, уважаемые телезрители. Ну а пока, Галина Юрьевна, с начала 2016 года на протяжении уже нескольких месяцев нотариуса удостоверяет новые виды сделок с недвижимым имуществом. Пожалуйста, напомните, какие виды договоров стали обязательно подлежать нотариальному удостоверению, ну и соответственно, много ли граждан обращаются, Галина Юрьевна, к вам? Ну начнем с последнего вопроса. Немного обращаются, порядка 400 договоров было удостоверено, начиная с 15 января, вот как вышли на работу. Это совершенно немного, конечно же. Ну здесь причина кроется в том, что до сих пор так называемые посредники при оформлении сделок нацеливают граждан обходить нотариальную форму сделки с недвижимостью, когда это касается обязательно нотариальной формы. Есть такой момент обхода, она и ранее была, если сособственник продает принадлежащему долю в праве собственности на недвижимое имущество, и чтобы обойти преимущественное право покупки сособственников, они оформляют это договорами дарения. Вот поэтому вот на сегодня законодатель предусмотрел, что купли-продажи постороннему лицу доли в праве собственности на недвижимое имущество подлежит обязательно нотариальной форме. Вот эту форму пытаются обойти. Но мы никогда не советуем этого делать, потому что вот это палка о двух концах. И разрабатывают различные схемы. Вот сначала купить одну маленькую дольку за три копейки, а потом вот за реальную оставшуюся вы уже как сособственник, то есть вы купите посредством дарения сделки, а потом вот вы уже впоследствии купите ее уже как положено. Как сособственник, и можно обойти вот уже обязательно нотариальную форму. Вот это вот палка о двух концах. Всегда есть, возникнет такая возможность поиграть на ваших интересах. Поэтому, ну, не случайно законодатель предусмотрел именно в обеспечении прав сособственников. Поэтому я бы вот не советовала, потому что, ну, во-первых, скупой платят дважды, а во-вторых, обманываете вы только себя, а не нотариуса. Вы хотите сказать, что в любом случае придешь за этой сделкой, за оформлением к нотариусу? Нет, в любом случае нет. Вот в любом случае как раз и учат обходить эту форму обязательно. Вот таким образом. Но все чревато последствиями. Поэтому, ну, хотите спать спокойно, оформляйте все в соответствии с требованиями законодательства. Другие виды сделок, которые законодатель предусмотрел оформлять нотариально, это сделки по отчуждению недвижимого имущества опекаемых и сделки доверительного управления. Вот эти сделки все подлежат обязательно нотариальному удостоверению. Поэтому сделки с земельными долями подлежат обязательно нотариальному удостоверению. Поэтому законодатель поступил абсолютно мудро, поскольку на сегодня не стоит вопрос об обязательном нотариальном удостоверении сделок между юридическими лицами, поскольку они все-таки имеют в своем штате юристов с высшим юридическим образованием, которые помогут им во всех вот хитросплетениях юридического вот этого вот оформления разобраться. И каждый уже отвечает за собственный интерес, чтобы они были нарушены. Вот для гражданина это сложно сделать. А более того, что когда граждане доверяют посредникам, которые не несут никакой ответственности перед ними, ни в силу закона, ни в силу вообще каких-либо обязательств, поскольку на них законодатель не возложил эту ответственность, избегая при этом нотариальную форму, а по сути платят одни и те же деньги, тариф на сегодня снижен 0,3%. На сегодня тариф очень невысокий для оформления в нотариальной форме сделок. Поэтому лучше доверить свои интересы тому, кто за это унесет личную и имущественную ответственность. Вот такую ответственность несет только нотариус. Причем он несет на всю сумму сделки, которая заявлена в договоре. Я думаю, что ваш ответ не остался неуслышанным. Галина Юрьевна, уважаемый телезритель, обратили на это особое внимание. Ну что же, давайте мы вас послушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем звонок. Здравствуйте. Вот мы хотим купить дом в деревне. Часть оплатить материнским капиталом, а остальное нам хотят оплатить бабушке с дедушкой. Возможно ли такой вариант? И как правильно его охранить? Ну, если бабушка с дедушкой не желают быть собственниками, а желают только передать деньги для оплаты, то вообще проблем никаких нет. Деньги не пахнут никогда, поэтому деньги передаются. Часть материнским капиталом. И единственный нюанс, что когда оформляется сделка, ну, за этим, естественно, обязан следить нотариус, чтобы не были ущемленные интересы именно несовершеннолетних. Что та доля, доля приобретаемой на имени несовершеннолетнего, была соразмерной материнскому капиталу, не была меньше его. Вот таким образом нотариус всегда будет разъяснять, и в случае, если будут пытаться уменьшить эту долю, например, одну восьмую от всего имущества. А по стоимости совершенно очевидно, что это условно одна вторая. То нотариус, конечно же, он соблюдать будет при удостоверении сделки интересы обеих сторон. И все это видно, когда человек обращается к вам за консультацией, с документами. Продолжаем прямой эфир. Дозвоните к нам, пожалуйста, в студию, задавайте свои вопросы. Галина Юрьевна, вот такой интересный вопрос. Обязан ли нотариус осуществлять розыск собственников для извещения о продаже, проверять достоверных сведений, предоставленных продавцом, о месте их? Нет, законодатель не возлагает обязанность на нотариуса производить розыск. Это интересы лица, которые отчуждают принадлежащему долю в праве собственности. Это он обязан разыскать сособственников. У нас, слава богу, работает и адресное бюро. И ваш сособственник когда-никогда все-таки является. И более того, законодатель предусматривает, что надлежащим извещением сособственников является действие, направленное на доставку этого извещения по месту, по которому зарегистрирован сособственник. И если он фактически не проживает там, это его проблемы. Поэтому если надлежащим образом доставлена корреспонденция, но не получена по его вине, то это не считается ненадлежащим извещением. И в течение месяца со дня получения или со дня доставки этой корреспонденции, извещения о предстоящей продаже, предложения о покупке на условиях за цену и так далее, если в течение месяца этого дня не будет покупка со собственником осуществлена, то второй со собственник вправе продать свою долю третьему лицу. Ну а нотариус спрашивает еще о со собственника, когда человек приходит за оформлением. Конечно. Со собственники, сведения о них им всегда и получает нотариус из базы данных Росреестра. Обмануть не удастся здесь. Конечно, нет. Спасибо, Галина Юрьевна. Следующий звонок у нас на линии. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я вот обращаюсь к нотариусу промышленного района, вот уже утрех было, и у меня постоянно подставаются какой-то буквы. Вот скажите, правомерно они действуют или нет? Ну... Спасибо. Скорее всего, это было до 1 января 2015 года, у нас по буквам, да, было разделение. Для удобства, чтобы был поток граждан, шел не к одному нотариусу, а равномерно распределено между всеми нотариусами, например, промышленного района. И как бы разделение было по первым буквам фамилии наследателя. Вот. Но на сегодня это требование, оно и тогда было абсолютно не основано на законе. Да, и любой гражданин, обратившись к любому нотариусу, и пожелавший, чтобы нотариальное действие совершил именно этот нотариус, у нотариуса не будет оснований к отказу в выходе на дом. Другой вопрос, что если у одного нотариуса много вызовов на дом, он же не может закрыть контору и только вызовы обслуживаются. Вот. Поэтому очень часто граждане жалуют, что у него назначили через 3 дня, а через 4. Да, если у нотариуса очень много записалось на вызовы на дом, а нотариус, как правило, после приема, который указан на часы приема нотариальной конторы, осуществляет вызовы, либо в обед, в свой пардон. Вот. Поэтому может отложить на несколько дней. Но это не означает, что он вправе откладывать на месяц, на два, на неделю и так далее. Поэтому есть возможность обратиться к другому нотариусу, если не устраивает время. И ни один нотариус, в принципе, нет права отказать, вот как в этом случае, что вы обратитесь к другому, я эту букву не обслуживаю. На сегодня уже вот порядка полутора лет это правило не действует. Оно было гласным, оно не было негласным, оно было гласным, но исключительно для того, чтобы не создавать очереди у одного из нотариусов. И по сути это тоже новшество. Ну, по сути, если человек хочет, поскольку мы наследство на сегодня выдаем без границ, раньше было именно вот по первым буквам наследство, фамилии, наследодатели, и как бы это было удобно всем. Но на сегодня это правило уже официально у нас не действует. Спасибо. Я лишь хочу заметить, уважаемые телезрители, что всегда очень подробную, исчерпывающую информацию вы можете получить на сайте Самарской области нотариальной палаты. Поэтому возьмите также его на заметку. Ну и телефоны, конечно, по которым вас всегда проконсультируют в нотариальной палате Самарской области. Галина Юрьевна, у нас есть еще один дозвонившийся. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот хочу я заключить брачный договор с моим мужем. Но дело в том, что у него есть дети от другого брака. Вот мне хотелось бы узнать, гарантируете ли этот брачный договор о качестве предсвязания наследников, ну, умершего, да, крупных, конечно, не дай бог, и вообще в какой мере? Ну, лишь в той мере он будет ограничивать только то имущество, которое приобретено в совместном браке. Все другое имущество, которое приобретено супругами до брака, либо получено ему безвозмездно в дар, либо по наследству, либо в порядке приватизации, это имущество будет оставаться личной собственностью того супруга, который является собственником. А вот то имущество, которое приобреталось в совместном браке, и если брачным договором определен раздельный режим собственности, все, что зарегистрировано супругу, будет ее личной собственностью, все, что зарегистрировано за супругом, будет его личной собственностью. И в таком случае доля пережившего супруга не будет выделяться из этого имущества, доля умершего не будет выделяться из имущества, потому что совместного имущества уже нет. Галина Георгиевна, пользуясь случаем, не могу не задать вам вопрос, А вот вы лично советуете заключать брачные договоры? Я не просто советую, я настоятельно рекомендую, поскольку на сегодня это очень удобный договор между супругами, который впоследствии освободит очень многих. К сожалению, вот расторжение брака не уменьшается, количество расторгнутых браков. Поэтому в дальнейшем просто освободить супругов от споров в суде, от раздела этого имущества. Поэтому раз и навсегда определив, можно и не раз и навсегда. Если изменяются какие-то обстоятельства по обойденному согласию, договор может быть и отменен. И какие-то его недействующие пункты могут быть отменены, могут быть изменены. Добавлены? Конечно, можно вообще расторгнуть брачный договор по обойденному согласию. Поэтому если супруги живут в мире и в ладе, для них брачный договор только в помощи. Ну и конечно же его следует заключать в нотариуса. Он подлежит обязательно нотариальному удостоверению. Вступает в силу с момента его нотариального удостоверения. Не с момента государственной регистрации. Он не подлежит государственной регистрации. Вступает в силу с момента нотариального удостоверения. Более того, лица, намеревающиеся вступить в брак, но не являющиеся супругами, тоже могут заключить брачный договор. Но он вступит в силу с момента заключения брака. Я сейчас не поняла, Галина Юрьевна. Вы имеете в виду, что гражданский брак? Нет. Брачный договор заключается лицами, которые не состоят в брачных отношениях. Но он вступит в силу. Не с момента нотариального удостоверения, а с момента вступления в брак. Законный брак. Спасибо. Принимаем звонок. Алло, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Я не отразила вам. Хотим продать долю в квартире. Досталось по наследству. Пока сказали покупатели, обратитесь к риэлторам. Переоформление риэлтора сказал, что нотариусу платить много придется. И мы дважды приезжали в палату в итоге у нас, ну как, сейчас два договора однознарения одной сотой доли, а другой куплен даже 32 сотых. За каждый договор мы риэлтору отдали по 15 тысяч рублей. Где вы, где-то? Я могу сказать, что вот столько же вы бы заплатили за удостоверение нотариальное этого договора, он был бы один. Не два раза по 15 тысяч рублей, по 15 тысяч рублей, а один раз 15 тысяч рублей. Более того, я как говорю, ни риэлторы, ни риэлторы, ни какие-либо другие посредники не несут никакой ответственности. Это вот схожий случай, о котором я говорил в самом начале передачи, что очень часто советуют риэлторы вот таким образом себя вести. Вот дарение оформить на какую-то маленькую долечку, а остальное вы как собственник, со-собственник уже вне нотариальной формы купите. Ну а потом, наша программа выходит на протяжении уже очень долгого времени, а потом не лишний будет позвонить в нотариальную контору, любую, в нотариальную палату, ведь консультации нотариусу дают бесплатно и всегда посоветуют. Правильно, Галина Юрьевна? Конечно. Ну, риэлторам, например, никогда нотариат не выполняет функции, которые выполняет риэлтор. Риэлтор помогает найти покупателю продавца, продавцу покупателя. Это очень важная задача. Риэлтор помогает правильно оценить объект недвижимости, оценить правильно, верна ли выдана оценка, оспаривать вы или нет эту оценку и так далее. Это его профессиональная деятельность. Но не входит в обязанности риэлтор правовое сопровождение сделки. Он не несет за это никакой ответственности. И пусть каждый занимается своей профессиональной деятельностью. Поэтому никаких проблем риэлтор находит покупателю-продавца, помогает заглянуть коню в зубы, а все остальное, правовое сопровождение, это законодатель определил, нотариус. Спасибо. Что же, принимаем звонок. Спасибо, что вы с нами на линии, на связи. Добрый вечер, мы слушаем ваш вопрос. Алло, да. Говорите. А в 2004 году я бывшим мужем с вами купила дом, измельный участок. Мы так решили, что оформлено все на меня. И когда в 2010-м развелись, вопрос у него возникал, он мой. Сейчас он мне как бы не нужен, я хотела его продать. Продать мужу бывшим. Риэлтор палат не отказывает в регистрации, говорит, что надо какой-то договор нотариус заключить. Вы скажите, они как правы, неправы, и что-то договоры. Спасибо. Ну, если это имущество относится к имуществу нажитому совместному браку, то есть это совместное имущество супругов, и от того, что они сегодня не супруги, на сегодня эта норма о трехгодичном сроке исковой давности по спорам о совместном нажитом имуществе, она утратила силу. Скорее всего, на этом и основывает Росреестр свои требования. Поэтому необходимо, конечно, привести в соответствие, разделить совместное нажитое имущество, каждому свое, и потом очуждать его на полном основании. Ну, а также обратиться за совершением этой сделки к нотариусу. Это обязательно нотариальная форма сделки. Соглашение о разделе совместное нажитое имущество между супругами подлежит обязательно нотариальному удостоверению. Спасибо, Галина Юрьевна. Линия разрывается, мы не можем не принять звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. А можно задать вопрос, Галина Юрьевна? Пожалуйста. Галина Юрьевна, ответьте мне на такой вопрос. Я живу в железнодорожном районе. А сейчас переехала к дочери в промышленный район. Мне вот нотариусу надо. Кто может пойти ко мне? Скажите, пожалуйста. Обязательно ответим. Так не переживайте. Наша программа специально для этого существует. Галина Юрьевна. Любой нотариус города Самары. Конечно, удобнее вызывать нотариуса поближе к дому. Конечно. Это минимизирует ваши затраты на транспортные расходы, поскольку законодатель возложил оплату транспортных расходов, естественно, лицо, которое делает вызов для совершения нотариального действия. При этом совершенно не связано, совершено ли нотариальное действие или не совершено. Зачастую нотариус отказывает, выйдя на дом. И очень часто бывает, документа нет. Есть только копия. Но для нотариуса копия паспорта, она не является документом, удостоверяющего личность, должен быть подлинник документа удостоверяющего личность. Либо лицо, которому сделали вызов, не в состоянии, в состоянии здоровья своему, совершить нотариальное действие. Если он не в состоянии совершить нотариальное действие, то необходима рука прикладчика, если он понимает смысл значения и не может расписаться. А если он не понимает смысл значения, нотариус тоже отказывает. Но при этом все расходы в любом случае. То есть вы не уплачиваете тариф только за удостоверение документа, потому что его не удостоверили. Но транспортные расходы вы обязаны нести. И в полуторакратном размере оплачивается тариф за совершение нотариального действия. Поэтому любой нотариус, если к нему обратились, конечно, он может посоветовать. Вы обратитесь к нотариусу, который поближе к вашему дому. Потому что для вас это будет дешевле стоить. Но если гражданин настаивает, и он говорит, мне без разницы, абсолютно, я хочу, чтобы вы, у нотариуса нет оснований отказать. Спасибо большое. Продолжаем принимать звонки. Дозвоните к нам в студию. Пожалуйста, уважаемый телезритель. 202.11.22. Программа «Территория права». Галина Юрьевна, а вот в отношении коммунальных квартир также распространяется обязательная нотариальная форма сделки? Коммунальная квартира, если она приватизирована по комнатам, а не в долях, тогда не распространяется. Комната – отдельный объект. Это не доля в праве собственности. А если же сособственники определили, что один пользуется вот этой комнатой, они несоразмерны долям. Бывает, что доли соразмерны, а не всегда несоразмерны комнатам. Две разы совершенно. Равные права, если на приватизацию у людей возникает. И тогда они, согласно этому соглашению, пользуются комнатами, это не означает, что они комнатами пользуются. Тонкости какие интересные. Поэтому, если у них зарегистрировано право собственности на долю в праве, тогда подлежит обязательно турнирное удостоверение. Если по комнатам, то у каждого свое право по распоряжению. Спасибо. Принимаем звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Галина Ельевна, здравствуйте. Может быть, вы говорили по этому, но я только сейчас включил телевизор, вот несовершеннолетние у нас продают долю. И что соседей извещать надо? Расскажите еще раз, пожалуйста. Спасибо. Несовершеннолетние или совершеннолетние извещать соседей обязательно нужно. Зачастую приходят к нотариусу и говорят, мы с ними не общаемся, у нас неприязнные личные отношения. Вот для этого существует нотариус, который оформит от вашего имени заявление, направит его, передаст и выдаст впоследствии свидетельство о передаче этого заявления. А вот тонкость, опять же, расскажите подробнее, вот как действовать в подобной ситуации, вызывать нотариуса, либо всем приходить. Нет, к нотариусу нужно обратиться. Ну, нужно обратиться к нотариусу. Со всеми соответствующими. Приходит только тот, кто отчуждает. Если это несовершеннолетний до 14 лет, то его законный представитель, предварительное согласие органов опеки необходим для отчуждения его доли. Получив это согласие, законный представитель обращается к нотариусу, нотариус оформляет передачу заявления со собственником. Если это 14-летний, несовершеннолетний, то он приходит совместно со своим законным представителем, потому что он также подписывает этот документ. Он собственник, он подписывается согласно своего родителя, но с предварительного разрешения органов опеки. Вот такой вопрос, Галина Юрьевна. Рассмотрим следующую ситуацию. В коммунальной квартире приватизированы две комнаты. По одной право собственности зарегистрировано, по другой нет. Собственник зарегистрированной комнаты продает ее. У кого в таком случае возникает преимущественное право? У лица, который приватизировал, независимо от государственной регистрации. Он уже приватизировал эту комнату, у него возникает преимущественное право покупки. Спасибо. Есть звонок у нас на линии, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой документ можно оформить, если я сама не могу ходить в больницу на прием врача? Там требуется, чтобы именно кто-нибудь из родителей присутствовал. А если вот няня пойдет, какой документ можно выписать, чтобы она могла сама ходить в маме в знаку больницу? Спасибо. Я не знаю, что в больнице требовали такой документ на представление интересов несовершеннолетнего. Но вообще, если на попечении у няни временная опека, то необходимо оформить документ о временной опеке, который будет как раз предоставлять право, представлять интересы этого несовершеннолетнего. Если же это не временная опека, а просто поручение какое-то, то законодательственно не предусмотрен такой документ. И врачебная помощь должна оказываться в любом случае. Другой опрос, что на проведение каких-то манипуляций медицинских, где законный представитель дает согласие. Но в данном случае доверенности эту не оформишь. Галина Юрьевна, коль уж мы с вами заговорили о доверенностях, скажите, пожалуйста, на что сейчас, на какие права сделок подает нотариус доверенности? Доверенность выдаются на представление любых интересов. Лицо вправе определить круг полномочий, на который он выдает доверенность своему поверенному. Поэтому... Ну, примеры можете перечислить? На продажу, на дарение. На дарение, кстати, очень многие заблуждаются. И когда приходят к нотариусу и говорят, я хочу выдать доверенность на дарение своей квартиры. Нотариус обязан спросить, кому подарить? Он говорит, это не ваше дело. Это там потом... Вот доверенность, которая не указана на дарение, в которой не указано лицо, в пользу которого дарить, ничтожно. Поскольку вы определились с лицом, которому вы выдали доверенность на дарение, что он должен подарить Петрова. А он пошел и подарил Сидорова, а не Петрова. Поэтому законодатель в данном случае ограничивает вот такое право на распоряжение именно по дарению. На куплю-продажу выдать доверенность по своему усмотрению, это возможно. Возмездная сделка, он получает деньги, он обязан эти деньги вернуть собственнику. И собственнику, по сути, без разницы, кому продали. У него главная цель – получить деньги за свой товар. Поэтому представлять интересы можно различные. В судах, в различных органах-организациях, в коммунальных, в жилищных, в школе и так далее. При получении каких-либо документов, при подписании каких-либо заявлений. Но опять же, эту доверенность нужно оформлять у нотариуса, а вот как раньше в обычной письменной форме, лучше этого не делать. Чтобы опять же себя обезопасить. Я не знаю, кто примет ее в простой письменной форме. Кто ее подписал? Кто подтвердит, что лицо подписано надлежащим лицом? Не у юристов, так же не... Конечно. По месту работы можно подписать, заверить доверенность. По месту жительства, в жилищно-эксплуатационных органах ту доверенность, которая не подлежит обязательно нотариальному удостоверению. Спасибо. У нас есть еще время в программе. Дозвонитесь к нам, уважаемые телезрители. Галина Юрьевна, законодатель все больше привлекает нотариусов к фиксации корпоративных отношений. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Ну, связано... Вот на сегодня можно смело сказать, что именно нотариальная форма сделок с куплей-продажей долей в уставных капиталах, в обществах с ограниченной ответственностью, в акционерных обществах, в продаже акций, в продаже предприятий, что прекратились рейдерские захваты предприятия благодаря именно нотариальной форме. Интересно, существует такая статистика? Конечно, конечно. И если сказать, пять лет назад еще она была очень большая. Ну и тем была на слуху. То на сегодня она, да, на сегодня вы слышите, средства массовой информации практически нет. Да, случаются единичные случаи, но нотариус вот тот заслон, который вот законодатель определил на пути вот этих мошеннических действий. Вот поэтому на сегодня новые нотариальные действия нотариус совершают. Это нотариальные действия, обязательно нотариальная форма удостоверение решений органов управления об увеличении уставных капиталов общества. На сегодня даже попытались как бы поспорить с законодателем некоторые участники, единоличные участники общества, где есть много участников, есть один участник, единоличный учредитель, он единоличный участник, что закон не определяет обязательно нотариальную форму, если он единолично увеличивает свой уставной капитал. Вот Минфин разъяснил, что цель закона была именно поставить нотариальную форму на пути вот мошеннических действий. И вот на сегодня именно и единоличные участники, и общество, они удостоверяют нотариально решение об увеличении уставного капитала. Галина Юрьевна, а у нотариуса разве спорят? У нотариуса соглашаются? У нотариуса спорят, но нотариус признан, чтобы умиротворить эти стороны в споре, чтобы не довести дело до суда. Вот главная цель, вот миссия нотариуса. Послушаем звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Из знакомых юристов никто не знает ответа, хотелось бы услышать, как правильно поступить. У матери было два сына. При жене она составила завещание на каждого из сыновей. И каждому из них завещала по одной второй доле дома. После написания завещания один из сыновей через какое-то время умирает. И мама, она не переделала завещание, оставила его в приемном виде. В дальнейшем мама тоже умерла. И сейчас, когда второй сын обратился к нотариусу, чтобы оформить наследство, объявилась дочь умершего сына и теперь объявляет свои права на наследство. Скажите, пожалуйста, вот она имеет какие-то права? Кто прав, кто виноват в данной ситуации. Если бы было наследование по закону, то она бы наследовала по праву представления. В данном случае же есть завещание. И имеет ли она право наследовать по данному завещанию? Спасибо. Грамотные какие-то телезрители. Да, сами. Вероятные помогают в этом вопросе разобраться. Но в самом вопросе уже ответ был. Она на самом деле будет наследовать по праву представления эту долю как наследник по закону. Поскольку завещание не было изменено, а наследник умер до открытия наследства. Если бы он умер после открытия наследства, да. И если бы завещано было все имущество, и он умер после открытия наследства, тогда все досталось наследнику другому. А в данном случае он умер до открытия наследства. И эта доля осталась свободной от завещания. Спасибо, Галина Юрьевна. У нас осталось не так много времени. Да, принимаем ваш звонок. Ло, слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, вот в связи с новыми постановлениями при оформлении наследства на недвижимость, земельный участок, можно ли попросить нотариуса, чтобы он сам сделал запрос в различные организации, чтобы не бегать по инстанциям? Спасибо. На сегодня не надо даже просить нотариуса об этом. На сегодня нотариус в электронной форуме путем межведомственного взаимодействия посредством нашей программы ЕИС, Единая информационная система Натриата России, обращается к реестрам и к Росреестру, обращается, запрашивает выписку из реестра. К кадастровой палату обращается, запрашивает кадастровую стоимость, кадастровые сведения необходимые. И в Сбербанк, в акционерное общество, все на сегодня делает нотариус. Достаточно принести справочку с места жительства. Вот единственное то, что мы сегодня не можем сделать за гражданина. Остальные практически все полномочия на вас. Галина Юрьевна, у нас осталась одна минута до конца нашего с вами разговора. Я хочу предоставить вам заключительное слово. Подводя итог нашему с вами разговору, все-таки обратитесь к гражданам, нужно какие виды сделок заверять обязательно у нотариуса? Я в самом начале передачи сказала, что сделки по отчуждению недвижимого имущества долей в праве собственности на недвижимое имущество подлежат обязательно нотариусственные сделки, сделки земельными долями подлежат обязательно нотариальному удостоверению. Напомним, старые сделки, которые всегда были, это договор по жизненной содержанию с иждивением, договор по жизненной ренте, договор по постоянной ренте, не всегда подлежали обязательно нотариальной форме. Соглашение, новый вид нотариальной сделки, соглашение о разделе имущества супругов подлежит обязательно нотариальному удостоверению. Брачный договор, то, что и раньше было. Сделки, связанные, подчуждение недвижимого имущества, связанные с опекой и доверительному управлением подлежат обязательно материальному удостоверению. И сделки по купле-продаже ограниченно дееспособных и несовершеннолетних. Все эти сделки подлежат обязательному материальному удостоверению, но потом вы совершенно верно... Ну и сделки с долями уставных капиталов. Капиталов. Совершенно верно сказали, что скупое платят важное. Вот на этой ноте мы заканчиваем наш разговор. Галина Юрьевна, спасибо вам большое за участие в передаче, за ваши грамотные профессиональные советы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова